Синдром дефицита энергии. Как восстановить клеточный механизм восполнения энергии? Особенно, если вы перенесли ковид. Я покажу вам пять рефлекторных воздействий, которые помогут вам это сделать. Один из самых знаменитых суфийских тезисов гласит, сколько раз не скажи халва, во рту слажа не будет. Это я к тому, уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, что сколько бы мы не прятались, как в антитезе, от ковида, все равно ковид-19, его ближайшие и дальние родственники, оставляют огромное количество последствий, оставляют огромное количество осложнений. На сегодняшний день мы их насчитываем уже около 137 симптомов постковидных комплексов. И одним из самых ведущих в этом смысле являются вновь появляющиеся и уже появившиеся на терапевтических сценах, на терапевтических и неврологических сценах, такой синдром известный, как синдром хронической усталости. Но если до 19-го, до ковидного периода с этим худо-бедно справлялись с капельницами, витаминами, особенно жирорастворимыми, то на сегодняшний день показано и доказано о том, что синдром хронической постковидной усталости очень тяжело поддается лечению известными традиционными методами. Нейрофизиологи, патофизиологи, нормофизиологи, невропатологи, эндокринологи бьют, и терапевты вместе с ними бьют колокола. Ища новые подходы к лечению постковидного синдрома хронической усталости, и, как всегда, находят какие-то новые элементы. Но известно, что все новое, это хорошо забытое старое. Мы с моей женой, супругой, профессором Татьяной Адельной Картайенко, в этом смысле, постковидный синдром хронической усталости, замечательно научились купировать, кроме наших препаратов, а их великая троица, это доктор Желч, нейробелит и панкеробелит, известными способами, которые очень хорошо несколько тысяч лет назад использовались ловцами, правильно, ловцами жемчуга. И в переводе со старо-японского языка на сегодняшний день, школа силы воли и школа силы дыхания нами адаптирована. И сегодня я вам покажу несколько приемов, которые в этом смысле очень хорошо помогут вам избавиться от постковидного синдрома хронической усталости. Почему? Потому что какую бы проблему терапевтическую неврологическую, эндокринологическую маневрали, все равно у нас все идет от клетки, все идет от состояния метахондрии, все идет от аппарата Годжи, все идет от пресловутой, вам, механизма формирования устойчивой выработки аденозин-трифосфорной кислоты. Именно той самой клеточной ядерной энергии, которая нам дает человеческую силу, человеческую волю, мышцы, связки, которая включает полноценную желчную логику. И обратный, в этом смысле, символ, это состояние нашего быстрого увядания и быстрого утомления. Недаром Сенека несколько тысяч лет тому назад горевал по тому поводу, что нынешнее поколение очень медленно взрослеет, но очень быстро стареет. Ровно тот же самый, ровно этот же тезис мы можем перенести и на постковидное пространство. И то, что было открыто в 1962 году под названием клеточный огурец, когда исследовали состояние погибших от гриппов и его разновидности селезенку, то обратили внимание, что состояние клеток селезенки очень похоже на состояние клеток ловцов за жемчугами, которые очень хорошо держали себя под водой, но очень быстро умирали на суше. Но, тем не менее, мы пользуемся их методиками накручивания, в этом смысле, аппарата ГОЛДЖИ, усилением состояния химизма, перевода в аденозин-трифосфорную кислоту, потому что мы не собираемся с вами ловить жемчуг в этом смысле. Мы не укорачиваемся в своей жизни тяжелыми физическими подводными упражнениями, а мы заставляем освободить нашу клеточную субстанцию от тех самых наплывов, от тех самых шлаков, от тех самых недокисленных продуктов, которые, в силу определенной вирусной агрессивности, проявляются в постковидном периоде. Итак, чем еще характеризуется синдром постковидной усталости? Он характеризуется тем, что, извините, резко увеличилось количество суицидальных или суицидных попыток. Резко увеличилось количество апатичного состояния, резко увеличилось количество депрессивного состояния. А в контексте того, что клетки не хватает, клеткам не хватает времени на восстановление, мы с вами будем делиться с моей женой такими вещами, как мы быстро можем подвинуть нашу систему окислительно-восстановительного процесса в сторону улучшения качества формирования энергии, освобождения нас от постковидного гнета и усиления качества мышц, связок, мозговой, когнитивной и так далее человеческих функций. Итак, у нас есть несколько точек, которые широко использовались ловцами жемчуга для того, чтобы стабилизировать состояние воли, правильно, потому что без воли трудно находиться под водой. Итак, первая точка воли, она находится очень легко. Эта точка называется разомкни челюсть. Найти ее очень легко. Вот у вас вместо сочленения нижней челюсти, нижней челюсти и верхней челюсти, вот в это место поставьте свой указательный палец и откройте рот. И вы видите, как, или вы слышите, как ваш палец в буквальном смысле утопает в этом месте. Вот он, раз, натянулась связочка. Что мы с вами делаем? Если вы правша, вот эту точку вы должны с вами массировать в течение 45-50 секунд по часовой стрелке. Точка, хочу вам сказать, сразу предупредить, достаточной степени болезненная. Вот мы с вами это делаем 45-50 секунд. Отработали эту точку, переходим на точку, которая находится в центре мочки уха. Точка концентрации дыхания. Вот она находится. Какая бы мочечка у вас не была, или такая висячая, как у меня, или приросшая, или приплюснута, все равно вы очень легко можете найти ее центр, поставить сюда или палец, или какой-то предмет, который не травмирует кожную поверхность. И вот таким вот образом, в течение 45-50 секунд, массировать это место по отношению к собственному телу. Отработали это место. Переходим на точку захвата, или точку клыка. Это что у нас? Это точка третьего зуба. То есть, мы находим с вами середину верхней челюсти, отсчитываем. Раз, два, третий зуб. Раз, два, третий зуб. Находим самое выдающееся место под кожей, которое соответствует этому третьему зубу. И в течение 45-50 секунд массируем это место. Массируем это место. Если вы правша, вы отработали эти позиции. Если вы левша, вы отрабатываете эти, эти же позиции, только слева. Потом меняете с локализацией. После этого, мы с вами что делаем? После этого, мы переходим на точки, которые, которые подтягивают связочный аппарат шеи. Какие точки у нас подтягивают связочный аппарат шеи. Точки, которые находятся в самой верхней части над уши. Вот это место. Вот оно. Прислоните свою ушную раковину к голове. И вот вы находите вот это место, которое соответствует связочному аппарату шейного отдела позвоночника. Работаем в этом месте уже полторы-две минуты. Потом меняемся местами. И после этого, как мы подействовали на точку шеи, мы с вами переходим на точку подносе. Зачем нам эта точка нужна? Нам эта точка нужна для того, чтобы укрепить состояние арахны, укрепить состояние межмозговых оболочек. Для чего? Для того, чтобы наша жидкость мозговая не расплескивалась. Ну, я утрирую, конечно. У нас там есть несколько желудочков, так называемых, мозговых, для того, чтобы они находились в состоянии плотного такого обеспечения. Вот она точечка, которая находится под келем, под носовым, воздействуем на нее в течение полутора-двух минут. Точка ординарная. Вот таким образом, уважаемые дамы и господа, воздействуя на точку воли, воздействуя на точку дыхания, мы с вами улучшаем качество, мы с вами улучшаем качество работы клеток. И то, что почти 70 лет назад было открыто в материалах селезенки погибших людей от гриппа или в селезенках ловцов жемчуга под названием клеточный огурец, очень быстро этот клеточный огурец начинает превращаться в нормальное состояние. Как только клеточка у нас начинает принимать нормальное полюсное состояние, естественно, скорости у нас химических процессов нормализуются, качества химических процессов нормализуются. И аденозин монофосфорная кислота, переходя в аденозин ди фосфорную кислоту и завершая свое существование в аденозин три фосфорной кислоты, дает нам максимальное количество энергии, дает нам максимальное количество силы, а знание, это сила, а сила, это наша воля, а воля, это наша жизнь. Подробнейшим образом, на использование различных приемов для выхода из постковидного пространства, как бы вам это не насточертело. А представьте, насколько ковидная тема настохренела нам, Статьяна Владимировна. Но, тем не менее, настохренела, не настохренела, как говорит наш великий президент, колется, не колется, а с ковидом надо бороться. Ну, там про красавицу было сказано. Ладно, это все Владимир Владимирович пусть вам договорит. А мы вас приглашаем на наш воскресный вебинар в 16 часов по Москве, на котором, я повторяюсь, мы остановимся на дополнительных способах, на дополнительных приемах, на дополнительных методах борьбы, за сохранение клеточного материала, нашего личного, за поддержание энерговыработки и для улучшения энергообразования и энергорасхода в нашем организме. Ссылочка на регистрацию находится под этим видео, под этим видео. Помните точечка перста указающего? Вот он, указывает вам, что вы должны зарегистрироваться и прийти на наш вебинар. Милости просим! Будьте здоровы!